Всем последний ноябрьский Игрозорский привет! Надо же, вроде только вчера доделали итоги прошлого года, а уже пора потихоньку приниматься за следующие. А ещё впереди 150-й Игрозор, который мы выпустим аккурат под Новый год и сделаем, ну или постараемся сделать, большим, длинным, толстым, масштабным и с кучей ведущих. Но не будем ничего обещать, потому что обычно это скверно заканчивается. Да и вообще, сегодня у нас выпуск тоже немаленький и посвящён он будет преимущественно PlayStation 4, с которой мы уже тесно общаемся с позапрошлого четверга. И ещё расскажем вам о главном графонистом эксклюзиве PlayStation 4, в который тяжко играть, но на который приятно смотреть. Короче, усаживайтесь поудобнее, делайте сами знаете что, вас развлекают Максим Кулаков и Константин Тростенюк. Разумеется, лейтмотивом сегодняшнего выпуска перед подробным обзором PlayStation 4 станет старт продаж Xbox One в цивилизованном мире. Однако начнём мы с небольшого скандальца, разгоревшегося вокруг невинных ответов на невинные вопросы геймдиректора Heroes of the Storm о сексуальности героинь Близзард. О, кстати, я давно обещал разыграть ещё парочку ключей в Hearthstone. Скоро будет. Ну ладно, давай уже скорее про сексуальность героинь. Дастин Броудер побеседовал с акулами пера портала Rock Paper Shotgun, и те поинтересовались у него, будут ли у героинь Близзард и дальше художественно подчёркиваться все волнующие выпуклости. На что Дастин ответил, мол, ну да, а чё бы и нет, Керриган вон вообще на шпильках дефилирует. Всем же нравится смотреть на пылких полуголых цыпочек, даже если у них вместо волос тентакли. Не так ли, Костя? Не понимаю, о чём ты! А с кем там твой Шепард крутил звёздные романы? В общем, сказал Дастин очевидные и правильные вещи, но современное пуританское общество, которое за равноправие всех со всеми и против любых сексизмов и дискриминаций, лицемерно ответ не приняло и слегка возмутилось. В результате чего бедному Дастину пришлось в блоге извиняться за несерьёзные ответы и написать, что, конечно же, образы женских персонажей создаются не по велению влажных фантазий мужской части разработчиков, а со всей серьёзностью, чтобы игроки могли себя ассоциировать с героями. Ну да, ну да. Неутомимые учёные взяли реванш и снова доказали, что игры вредят неокрепшим подростковым умам и в 20 раз повышают риск заболеть раком мозга. Ну, ладно, насчёт рака мозга это я придумал. А я уж испугался. Лучше за свои лёгкие испугайся и почитай книжку о том, как бросить курить. Да я её лучше скурю. Ты неисправим. Не горжусь. Короче, гении из университета Огайо провели крутой эксперимент, в ходе которого доказали, что жестокие игры — это зло. Подопытными крысами стали учащиеся высшей школы в возрасте от 13 до 19 лет, которых поделили на две группы. Первые дали поиграть в клёвые GTA 3 и San Andreas, а неудачников посадили за пинболы и мини-гольф 3D. Как ни странно, с ума сошли не вторые, хотя и первые не сошли. Я бы сильно расстроился, если бы мне пришлось играть в мини-гольф 3D. Любой нормальный человек расстроился бы. В ходе эксперимента всем подопытным подносили чашу со сладостями и предупреждали, что если дети будут брать много конфет, то обязательно об этом пожиреют. В итоге те, кто играл в GTA, взяли себе кучу сладостей, а те, кто развлекался спинболом и мини-гольфом, к сладостям почти не прикасались. Смею предположить, что они к моменту перекуса либо уже спали, либо были в глубочайшей депрессии. Эта деталь почему-то не уточняется. По окончании игры с участникам предлагали пройти небольшой тест за правильные ответы, в котором полагались билетики, на которые потом можно было набрать себе призов. Сколько именно полагалось их, экспериментаторы не уточняли, так что каждый руководствовал со своей совестью. И надо же, ребята, которые повеселились в GTA, с радостью брали побольше билетиков, в то время как те, кто чах перед мини-гольфом, вели себя куда скромнее. Очевидно, что им было уже плевать на тесты, призы, конфеты и вообще всё на свете после мини-гольфа 3D-то. Я тоже так думаю, но учёные мужи сочли иначе. Финальный этап эксперимента, суть которого знакома всем поклонникам популярной психологии, заключался в том, что подростки соревновались с несуществующим оппонентом, который находился в другой комнате. И в том случае, если он проигрывал, дети могли оглушить его громким звуком из наушников. Классные фичи чаще и дольше всего пользовались те, кто играл в GTA. В общем, вывод исследования довольно очевидный. Если в следующий раз какой-нибудь отморозок придёт в школу, увешанный купленным в соседнем супермаркете оружием, и устроит локальный Армагеддон, то винить во всём в первую очередь стоят жестокие игры. А если точнее, то GTA 3 и San Andreas. Даже если он в них не играл никогда. Ну а теперь Xbox One. Релиз консолей во всём мире, кроме России и ещё каких-то стран, состоялся ровно неделю назад, 22 ноября. Microsoft удалось догнать Sony по числу проданных на первый день консолей, но о равенстве говорить не стоит. На тот момент премьера PlayStation 4 прошла лишь в США, а Xbox One начали продавать сразу в 13 странах. До России, кстати, Next Gen от производителей Windows доедет только в следующем году. Праздничные мероприятия по случаю гремели с помпой везде, где должны были греметь. Но это не очень интересно. Зато интересно то, что им Microsoft не удалось избежать проблем. Самой распространённой неисправностью Xbox One стал сбоящий Blu-ray привод, напрочь отказывающийся читать диски. Как только какой-нибудь счастливчик вставлял что-нибудь в Next Gen и дисковод, One начинал противно тарахтеть и отказывался распознавать носителей. Шутки про видик, который заживал кассету, ещё свежее актуальны? Уже пару дней как протухли. В общем, проблема серьёзная, но готовая к такому повороту Microsoft без лишних вопросов меняла консоли на работающие. Забавно, что находчивый народ нашёл кустарный способ решения этой проблемы. Чтобы починить привод, нужно перевернуть консоль и от души пару раз стукнуть по ней кулаком. Если бы Xbox продавали в России, я бы поставил 2000 рублей, которые ты мне должен, на то, что идея принадлежит нашим умельцам. Но, увы, как ни странно, способ для многих работает. Вся фишка в том, что в приводах как-то не сошлись шестерёнки, и парочка ударов ставит их на место. Чтоб знали. Правда, операция проводится на свой страх и риск. Если случайно разобьёте приставку, гарантия улетит в трубу. Кстати, в качестве моральной и материальной компенсации все жертвы бракованных Xbox One получат за свои невыносимые страдания по цифровой копии одной из игр Microsoft на выбор. Dead Rising 3, Forza Motorsport 5, Rise Sun of Rome и Zoo Tycoon. В принципе, неплохой способ загладить вину. На этом, кстати, проблемы Xbox One не заканчиваются. Как выяснилось, приложения Skype и Upload Studio оказались крайне пуританских взглядов и банят на некоторое время тех пользователей, которые используют в своей речи об сценную лексику. Вообще огонь. Но при этом Xbox не краснее воспроизводит Battlefield 4 со всеми этими... Лови гранату, гандоша! Мендаун, б***ь, мендаун! И не только. Ну, это ж совсем другое. Короче, как только ты скажешь что-нибудь непристойное Skype'у или загрузишь геймплейное видео через Upload Studio со своими неприличными комментариями, система предложит тебе поиграть во что-нибудь другое, потому что ты был плохим мальчиком. Короче, Xbox One вообще не для тебя. И не для меня. Microsoft, впрочем, и сама удивилась таким строгим нравом своего чудесного ПО и пообещала что-нибудь придумать. Схожая новость, но о PlayStation 4. Твич, на которой можно через неё стримить, начал банить неигровой пользовательский контент. Говорят, находчивые юзеры уже начали применять Playroom не по назначению. Кажется, кто-то даже сделал домашнюю порнушку в прямом эфире. По-моему, это интереснее любого стрима про какой-нибудь киллзон. К сожалению, хмурые ребята из Twitch решили, что это не так, и принялись размахивать банхаймерами. Официально, в соответствии с пользовательским соглашением, на Twitch можно транслировать только видео, так или иначе связанное с играми. Видеоиграми. Компания iBuyPower, широко известный в узких кругах производитель компьютеров, делает свою Steam-машин, если верить заметкам Engaged и The Verge. А не верить им вообще ни одной причины нет. Устройство будет выпущено в двух вариантах — Gordon и Freeman. Отличаться они будут лишь цветом. Задротые Half-Life наверняка не смогут отказать себе в удовольствии собрать всех покемонов и купят оба компьютера. Внешне устройство похоже на PlayStation 4, но больше неё, но меньше Xbox One. Внутри многоядерный процессор от AMD, графический чип AMD R9 270, жёсткий диск на 500 гигабайт, предустановленное SteamOS, Wi-Fi, Bluetooth и всё такое. Что интересно, стоить такой девайс будет 500 долларов, столько же, сколько Xbox One. iBuyPower обещает, что их Gordon Freeman потянет все современные игры в 1080p и 60fps. Контроллер Steam прилагается. И напоследок, перед PlayStation 4 новости одной строкой. Halo для Next Gen'а могла выйти одновременно с Xbox One, но не вышла, потому что 343 Industries не потянула бы одновременную разработку Halo 4 и условной Halo 5. Почему нельзя было Halo 4 сразу делать с прицелом, если не строго на Next Gen, то хотя бы и на Xbox One, и на Xbox 360 — непонятно. Джон Кармак окончательно свинтил с тонущей лодки id Software, которая уже сто лет не радовала ничем хорошим. Теперь он сокулюс и только с ней. По заверениям боссов Bethesda, на момент ухода Джон уже закончил свою работу над всеми проектами id, в том числе и над id Tech 5. По слухам, Telltale Games работает над игрой по мотивам Game of Thrones. Было бы круто, но хочется верить, что в этот раз обойдется без мультяшного престарелого графона, лояльного ко всем платформам вселенной. Кикстартер-компания Bugbeer по сбору средств на создание Next Car Game увенчалась грандиозным провалом. Разработчики, впрочем, не отчаиваются и уверены, что смогут собрать денег через официальный сайт. Steam Early Access тоже должен помочь. Компания Rockstar зарегистрировала торговую марку Bully Bullworth Academy Canis Canem Edit, и это не имеет никакого отношения к ПК-версии GTA V. LEGO The Hobbit от Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games и The LEGO Group выйдет весной будущего года на Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, PlayStation Vita, 3DS и PC. Описывать игру, полагаем, не надо. В Steam появилась система пользовательских рецензий, где вы теперь сможете поупражняться в графомании и, может быть, даже кому-то помочь с выбором игры. GTA San Andreas выйдет на мобильных устройствах под управлением iOS, Android и даже Windows Phone уже в декабре этого года. Legendary Pictures и Universal перенесли дату выхода на большие экраны фильма по мотивам Warcraft на март 2016 года. Боссы компании здраво рассудили, что с седьмым эпизодом «Звездных войн» лучше не бодаться, а то всем будет хуже. Assassin's Creed Pirates про кораблики появится 5 декабря в iTunes и Google Play по цене 5 баксов. Из Blizzard ушел главный системный директор World of Warcraft Грег Стрит, неизвестный нам под ником Ghostcrawler. Ну все, шутки в сторону, настало время для рубрики «Глубочайшая аналитика на». И сегодня под нашим микроскопом, которого зовут Вася, оказалась новенькая с иголочки PlayStation 4, продажи которой официально стартовали как раз вчера. Но еще был ранний старт продаж в некоторых городах, и мы, если ничего плохого не произошло, побывали на московском, который прошел в магазине M-Video. Короче, если вы не очень понимали, что такое PlayStation 4, есть ли у нее право на жизнь в суровых российских реалиях и нужно ли покупать консоль вот прямо сию минуту, то налейте себе еще чаю, потому что сейчас мы в лице меня вам все расскажем и по полочкам разложим. Итак, обе консоли новейшего поколения наконец появились на рынке. Правда, Xbox One доковыляет до России еще только в следующем году, а вот PlayStation 4 уже попала в наши влажные ручонки. Слишком много влаги в этом выпуске. Это потому что жарко перед батареей сидеть. По размерам PlayStation 4 не такая громоздкая и пузатая, какой была PS3 на старте. Чуть больше и тяжелее, чем Xbox 360 Slim. На передней панели все так же две сенсорные кнопки, включение консоли и выплевывание диска из привода. Плюс теперь, когда PS4 включена, на верхней крышке пылает белым цветом полоска подсветки. Помимо привода, с лицевой стороны расположены два USB-разъема для зарядки геймпадов. С задней стороны есть HDMI-разъем. Другого способа вывода видео нет. Никаких переходников на аналог. Также в наличии оптический разъем для вывода звука, если хотите подключить PS4 к хорошей акустической системе, сетевой порт для интернетов и специальное гнездо для камеры PlayStation. Увы, качество тех проводов, что идут в комплекте, оставляет желать лучшего. HDMI-кабель сбоил при переподключении к разным экранам и выдавал всевозможные out-of-range. При замене провода эта проблема решилась, поэтому не факт, что все столкнутся с подобной бедой. Но мы на всякий случай рекомендуем сразу купить дополнительный кабель. Предупрежден, значит вооружен. Видимо, это как раз отголоски тех проблем, на которые жаловались первые обладатели PlayStation 4 в США. Хотя там, кажется, проблема была все же не в проводе. А вот провод же для подключения к электросети банально очень короткий. Наверняка для многих это не будет лишним неудобством, но все равно неприятно. Причем теперь используется не такой провод, которым вы подключаете к сети блок питания компьютера, а такой, которым скорее подключаете электробритку. В спецификациях и точных их названиях мы не шарим, уж извинять. И погуглить в падлу. Мы те еще лентяи. Теперь про геймпад. Он сильно отличается от DualShock 3. Стал больше, солиднее и чутка тяжелее, благодаря чему стал лежать в руках значительно удобнее. Все проклятия в адрес прошлой версии были учтены, а ошибки исправлены. Стики уменьшились в размерах, у курков добавили дополнительные изгибы, чтобы при нажатии пальцы наконец перестали соскальзывать с них. По центру расположен тачпад, он же кнопка Select. В каждой игре задействован по-разному. В какой-то маркер на карте двигает, в другой дополнительной способности выбирает. Слева от него расположена знаменитая кнопка Share. Та самая, что позволяет записать ролик, включить стрим или сделать нотариально заверенный скриншот. О качестве стримов пока сказать ничего не можем, поскольку с ними дел еще не имеем. Но записанные ролики смотрятся вполне неплохо, сравнимы с качеством YouTube-видео. Надеюсь, не с тем, которое 360p. Ты такой выдающийся юморист. Справа от тачпада теперь кнопка Options. Она банально и безинтересно стала заменой старту. Спереди у геймпада расположен разноцветный светофор. Опять-таки, как и у тачпада, его функции меняются в зависимости от игры. Правда, мы пока заценили его только в Killzone. Он меняет свою окраску в зависимости от уровня здоровья персонажа, от зеленого до красного. Отключить его нельзя, но он не шибко мешает. Да и энергии жрет, кажется, не очень много. Кстати, заряжается геймпад через microUSB. Надеюсь, от выключенной PlayStation он теперь умеет заряжаться. Умеет заряжаться от консоли в спящем режиме. Она, в свою очередь, кстати, умеет в спящем режиме качать игры, при этом не шумит и не тарахтит. Еще на контроллере установлен динамик, который, например, может выводить всякие аудиодневники. Штука прикольная, но в первый раз вы наверняка испугаетесь, когда в руках внезапно начнут что-то разговаривать. Еще здесь имеются разъемы для подключения гарнитуры и... Еще какой-то непонятной штуки, подписанный EXT. Видимо, какие-то расширения типа клавиатуры. Однако входящая в комплект гарнитура хреново и выглядит как обрезок от обычных наушников, причем даже не вакуумных, а вкладышей. У бедного Васи они, например, нормально в ухе не держатся и выпадают постоянно. Однако разъем стандартный и ничто не мешает докупить любую другую гарнитуру или воткнуть уже имеющуюся. Кстати, геймпад без всяких дополнительных драйверов подключается к ПК и нормально работает в играх. Ну все, надо брать! Правда, иконки отображаются от боксового контроллера, ну и тачпад не работает, но все равно круто. Поскольку камеры PlayStation у нас пока нет, то перейдем к интерфейсу самой консоли. Здесь все изрядно перелопатили, сделали две строки иконок, на верхнюю запульнули все, что связано с социальными аспектами консоли. Сообщения, друзья, трофеи, магазины и еще здесь все те же настройки теперь обитают. На нижней же строке расположен весь контент приставки, установлены игры и все, что с ними связано. Самое тут главное, что все процессы стали протекать значительно быстрее, чем на PS3. Выход из игры в меню консоли происходит моментально по нажатию клавиши. Магазин грузится в течение нескольких секунд. И так везде и во всем. Слава богу! Кстати, в том ролике, где чувак чинит свой Xbox One ударом кулака, меня больше всего впечатлило то, как невыносимо долго загружается приставка. Ну, может, она просто приходила в себя после побоев. Рекламируемая Sony фишка, позволяющая играть в игру в тот момент, пока она качается, также работает. Assassin's Creed 4 весит 21 гигабайт, но плавать по морям-океанам разрешает уже после загрузки 4,5. Такая же ситуация с NECK, но она вообще безумных 39 гигабайт весит. И когда заходишь в меню игры, тебе показывается таймер, отсчитывающий время до полной загрузки. Также написано, сколько глав уже закачалось и, соответственно, до какого места сможешь пройти. Очень хорошо обстоят дела и с ремоутплеем для PS Vita. Похожая система на PS3 работала со скрипом, да и поддерживались в основном маленькие игры и старьё. В PlayStation 4 всё куда лучше, к ней без проблем можно подсосать Vita по Wi-Fi и наслаждаться next-gen'ом, сидя на унитазе. Вот это я понимаю, прогресс! Недостающие кнопки перемещаются на задний тачпад или на передний тачскрин. Картинка же на маленьком экране смотрится отлично. Да, иногда, особенно в тёмных местах, она может слегка развалиться на пиксели, поскольку мы получаем только видео. И иногда может на секунду случиться лак, как бывает со стримами, например. Но всё это не особо мешает наслаждаться игрой, учитывая тот факт, что вы можете рассекать нагалки по Карибскому морю и грабить торговые суда, часами не слезая с туалета. Господи, я мечтал о таком два года. А вот при экспериментальной попытке воткнуть в консоль диск от PlayStation 3, PS4 выдаёт сообщение об ошибке, однако определяет, что это диск от третьей плойки. Поэтому никакой обратной совместимости. Ждём, когда запустится Гайкай. Если он вообще запустится в России. Теперь о самом главном, об играх и о том, как они выглядят. Пока ещё библиотека PS4 достаточно скромная, поэтому рассмотрим почти все эксклюзивы и кое-какую мультиплатформу. Ах, некстгенная Call of Duty Ghosts. Нет, обойдёмся без этого. Первая — Resogun. Скроллшутер в ограниченном пространстве. Космический корабль попадает на зацикленную карту, где летает туда-сюда и расстреливает появляющиеся огромные орды врагов. При этом надо спасать последних оставшихся в живых людей и отвозить их к специальным пылесосам, которые их засасывают во благо человечества и мира во всём мире. А под конец уровня появляется босс в виде большого колеса или летающего прямоугольника, после победы над которым вся локация разлетается на огромное количество частиц, демонстрируя возможности консоли. Яркие краски, разноцветные спецэффекты вкупе с высокой динамикой игры могут спокойно занять вас на несколько часов. Тем более, что подписчикам PS Plus эта аркада достанется абсолютно бесплатно. Ну да, в том случае, если раньше вас не успеет одолеть приступ эпилепсии. Второе — это NECK — дебютный проект, который показали на презентации PS4 в начале года. Опять-таки бенчмарк для системы частиц и при этом забава для всей семьи. Вы играете за Нека — персонажа, сделанного из реликтов, которые люди находят в заброшенных пещерах. Тут на города людей начинают нападать гоблины, которые где-то нарыли себе танки. И главный герой идёт лупцевать им морды. В целом, эта аркада с достаточно незамысловатым управлением. Удар, пара суперударов, прыжки, ловушки и разномастные враги. Чем больше NECK находит реликтов, тем больше становится и он сам, увеличивая себе силу и полоску здоровья. От малюсенького персонажа, который может пролезть в вентиляцию, можно вымахать до огромного Шрека, который без проблем сносит целое издание. Смотрится всё это красиво, ярко и красочно. Порой даже возникает ощущение, что попадаешь в какой-то трёхмерный мультик. Не на уровне Pixar, конечно, но где-то в районе всяких гадкий я. Однако не ведитесь на детскую обложку. Внутри у игры довольно челленджевый геймплей, чекпоинты стоят далеко не на каждом шагу, а иной враг может с одной затрещины выбить у вас половину или даже всю полоску здоровья. Получается такая казуальная Dark Souls. Порой одно место можно перезагружать по 10-20 раз. При этом игра не очень-то и короткая. Короче, добротная такая аркада, как Джек и Декстер или Крэш Бандикут. Крепкий середничок. Как, в общем-то, и вся ланч-линейка новых консолей. Аминь. Теперь про самое-самое главное. Про Killzone Shadow Fall. Конфликт между виктанцами и хилгастами, который вроде бы закончился, опять разгорелся с новой силой. И вы в роли теневого маршала должны будете принять в нём непосредственное участие. Первое, что бросается в глаза, это крутой графон, который ну очень прям крутой, при этом никаких падений ниже 30-40 фпс при 1080p. А сериальный HD-негр из родины вполне может конкурировать со своим коллегой по цвету кожи из Battlefield 4. Что до геймплея, то Killzone немного подвяло в динамике перестрелок, позволяя тем самым пройти некоторые места по стелсу. Ага, знаю я, чем обычно заканчивается стелс в шутанах. Ты просто не умеешь его готовить. Для стелса вам в помощь нож, радар, который видит врагов сквозь стены, и трос, позволяющий перемещаться на ниже расположенные участки уровня. Ещё в дополнение рядом летает вспомогательный дрон Оул, который или щит вам может поставить, или врагов оглушить, или вообще ринуться сам в атаку. Управлять всеми его прекрасными способностями нужно с тачпада. Убивают тут довольно резво, но благодаря улучшившемуся управлению на классном DualShock 4 целится получается намного точнее, и это повышает ваши шансы на побеждение в неравном бою. Хотя это лишь скромное мнение Васи, как человека, который не так часто играет в шутеры от первого лица на консоли. В целом получился хороший боевик, который ярко демонстрирует технологические возможности новой консоли. Да, в нём есть ещё мультиплеер, но о нём уже потом. Короче, крепкий середнячок, как вы уже поняли. Спасибо за твои сверхценные уточняющие вердикты для самых слабых умов. Подробнее про NECK и Killzone Shadow Fall смотрите в скором времени в наших видеообзорах. Что до мультиплатформы, то мы успели заценить Assassin's Creed 4. Black Flag выглядит так же хорошо, как и на ПК, со сглаживанием, модными спецэффектами и в 1080p. Больше тут особо и нечего добавить. Всё, что вам нужно знать о приключениях Эдварда Кенуэя, я рассказал ещё в прошлом игрозоре, и скоро расскажу в традиционно размашистом видеообзоре. Ну и давай смачно подытоживать, потому что время наше потихоньку подходит к концу. Уже сейчас, на старте, многими своими фишками, PlayStation 4, как говорится в кулуарах немытого онлайна, поражает воображение. Играть на ней приятно и удобно, а это главное. Остаётся дождаться, когда библиотека начнёт пополняться новыми играми и эксклюзивами. А начнётся это уже в первой половине следующего года. Несмотря на хреновые провода, прилагаемые к консоли, можно смело и громогласно заявить, что PlayStation 4 в полном порядке, и всё у неё будет хорошо. Хэппи-энд. Ну ладно, пора нам уже закругляться, а то развернулись не на шутку. Косарь опять сам вручать будешь? Я бы воздержался, но так уж и быть. Короче... Да погоди ты, сперва на путстве. Сегодня у нас последний день осени, 30 ноября. Всемирный день защиты информации, день, когда пару веков назад Мексика зачем-то объявила войну Франции. Судя по легендарности этого военного столкновения, объявлением дело и ограничилось. Похоже на то. А вообще, примета гласит, что сегодня надо кататься кувырком по белому снегу. Зачем, понятия не имею. Ну вот и катись кататься, а я уже косарь вручу, наконец. Координационный совет экспертов постановил наградить топик иерарха про юбилей сериала, который пережил Таргариенов и волновал перед сном ещё мою прабабушку. Своё 50-летие отметил доктор Кто, о котором я знаю не больше, чем о легендарной группе Blink-182, и который в минувшую субботу своим присутствием засрал всю ленту новостей в моём уютном контактике. По такому случаю у нас в блогах появилась развернутая история проекта со множеством наверняка кому-то интересных фактов и смешных чёрно-белых картинок. Иными словами, поздравляем и сочувствуем. Да, мы к этому сериалу, к счастью или к сожалению, не прикасались и не будем, но рады за всех, для кого это значимое событие. А на форуме же наибольшую активность за минувшие 7 дней проявил профессор 357, за что по традиции получает любую ПК-игру на выбор. Пишите мне в личку, но лучше рассчитывайте на понедельник. Для тех, кто не в курсе, получить 1000 рублей или игру на стопгейме проще простого. Достаточно лишь быть полезным и общительным в блогах и на форуме. На этом у нас всё, а значит и у вас тоже. До связи через неделю. С вами были Максим Кулаков и Константин Тростенюк. Отдельное супер-большое мега-спасибо Василию Гальперову за помощь в подготовке сюжета про PlayStation 4. Продолжение следует... Продолжение следует...